На медицинском совете работники здравоохранения подвели итоги за прошлый год. В работе совета приняли участие представители надзорных органов, советы городского округа, администрации Куэргазинского района. Что касается демографической ситуации, в прошлом году наблюдалось повышение рождаемости, в то же время выросла смертность. Основной причиной смертности являются болезни системы кровообращения, на втором месте старость, затем злокачественные новообразования и внешние причины было отмечено в докладе. В 2015 году в городе Кумертау родилось 813 детей, в 2016 году 822 ребенка. Умерло за 2015 год 881 человек, в 2016 году 908 человек. Убыль населения составила в 2015-м 68 естественный убыль, а в 2016 году 86 человек. Также были озвучены итоги диспансеризации, информации о приобретении техники и оборудования, а также проведенных ремонтных работах. Отремонтированы и открыты процедурные кабинеты в поселке Питки, в микрорайоне Восточном. Проведен ремонт в детской поликлинике, в терапевтическом корпусе. Отремонтировано 1-2 терапевтическое отделение. Был получен в прошлом году новый автомобиль скорой помощи. Улучшен и проведен ремонт в клинико-диагностическом отделении. С 1 апреля открыт дневной стационар по психотерапии. В городе Кумертао эпидемиологическая обстановка оценивается как благополучной, отметил в своем выступлении руководитель территориального отдела Роспотребнадзор Рафаил Ибатулин. Однако наблюдается рост по некоторым инфекционным и паразитарным заболеваниям. У нас за исключением острых кишечных инфекций, неясные теологии, превышение составляет в 3 раза, салмонеллезы в 2 раза. С каждым годом у нас растет ВИШ-инфекция по городу Кумертао, так и по Куиргазинскому району. У нас поднимают паразитарные заболевания, это аскоридоз, лямблиоз, токсокороз, эхонококоз. Если вот последние два заболевания, они по сравнению с прошлым годом превышают в 6-7 раз. Но это 6-7 раз, потому что в прошлые годы были единичные случаи, сейчас уже их примерно 6-7 случаев. Это очень опасные заболевания, поэтому обязанность медицинских работников вовремя их выявлять и проводить противоэпидемические мероприятия, подчеркнул Рафаил Ахатович. Также он назвал результаты проверок в отделениях и привел данные о прививочной кампании в городе. Подводя итоги минувшего года, главный врач Олег Астахов поблагодарил медицинских работников за работу. В системе здравоохранения города не было чрезвычайных ситуаций. Люди в белых халатах выполнили все обязательства в полном объеме. Одним из положительных показателей являются и отзывы пациентов, отметил Олег Астахов. Мы усилили обратную связь в конце 2016 года и ввели такую штуку, как обзвон пациентов, которые посещали наши городские и районные нашу поликлинику. 95% положительных отзывов. 95%. Нам с вами, я знаю, в России считается хорошим показателем 30%. На текущий год определены приоритетные задачи. Так будет развиваться система платных услуг, продолжится обучение и повышение квалификации медработников, планируется улучшение материально-технической базы учреждений. Продолжение следует...